Корейская онлайновая игра Дракон Журтан восстал против богини Хуанис и ее драконов. Многих ему удалось убить. Рисунок континентов изменился навсегда в процессе сражений всемогущих созданий. Но в итоге злодей был повержен. Перед смертью Журтан прогремел, что спустя тысячу лет он воскреснет и уничтожит всех своих врагов. И вот спустя 999 лет появились первые знамения о скором пробуждении чудовища в виде кровавых рек и метеоритных ливней. Члены ордена Хуанис, фанатичные последователи богини, отправились к месту захоронения Журтана, чтобы предотвратить пророчество и уничтожить его последователей. К этому походу присоединяются свирепые воины, также известные как Драгона. У каждого из них в грудной клетке бьется сердце дракона, дар и проклятие. Вместе с силой драконов и способностью превращать свое тело в оружие, они получили и их жажду могущества. Как несложно догадаться, одним из драгона является наш протагонист, которого после кораблекрушения выбрасывают на берег загадочного континента. Эта условно-бесплатная онлайновая ролевая игра представлена на российском рынке компанией Никита Онлайн. Она полностью переведена на русский язык и это имеет огромное значение, поскольку текстовой информации в виде диалогов между персонажами здесь огромное количество. Драгона Онлайн отличается от большинства онлайновых ролевых игр интересной сюжетной линией. Игроки не связаны необходимостью топтаться на полянках и резать одних и тех же монстров. Более того, в этом нет никакого смысла, поскольку убийство экзотических животных повышает уровень максимум на пару сотых процента. Зато выполнение десятка миссий сразу приводит к повышению уровня. Чтобы избавить игроков от необходимости бегать по городам в поисках страждущих жителей, сдавать и принимать задания, каждому драгона разработчики выдали мистический амулет-коммуникатор. Через него приходят новые миссии и награды за их выполнение. Так что нудных пробежек тут нет. Более того, достаточно кликнуть мышкой по названию задания, и драгона сам побежит к месту его выполнения. Также в этом мире есть удобная система порталов и свитки телепортации. Кроме того, со временем драгона получает в свое распоряжение скоростной гравицикл. Миссии в основном сводятся к необходимости куда-то прибежать и кого-нибудь убить. В крайнем случае поговорить или собрать улики. В целом ничего выдающегося, зато каждая миссия предваряется и заканчивается достаточно длинным познавательным диалогом, в процессе которого мы узнаем все больше подробностей об этом мире, богине и ее драконах. Поскольку мир сам по себе экзотичен, интересно впитывать историю происхождения разных кланов, замков и торчащих из земли мечей небоскребов. Тут магия соседствует с высокими технологиями, в ход идут бластеры и мечи, заклинания и кулаки, силовая броня и усиливающие ауры. В небо возносятся футуристические строения, а рядом с ними располагаются миролюбивые леса, озера и поселения с уютными деревянными домиками. Нас вводят в этот мир аккуратно, поэтапно. За 10 часов получится только-только разобраться с основами. В то время как история подбрасывает новые факты, уводит все дальше вглубь континента и учит драгона пользоваться его уникальными возможностями. Всего в игре представлено 4 расы и 8 классов. Причем класс протагониста жестко связан с его расой и полом. К примеру, если захотите быть снайпером, то придется мириться с личиной человеческой девушки. А шаманами могут быть только звероподобные самцы из расы Катча. Классы развиваются по традиционной схеме. Получаем уровни, разбрасываем заработанные очки по пассивным и активным навыкам, пытаемся собрать идеального воина. Видов оружия и брони немного, так что главной задачей становится поиск материалов для усиления имеющегося обмундирования или золота для покупки нужных вещей на аукционе. Впрочем, отличительной особенностью драгонов от прочих воинов является их способность полностью или частично трансформировать свое тело для получения определенных преимуществ. Например, трансформация ног ускоряет бег, рук увеличивают силы ударов, туловище, скорость регенерации, здоровье и маны. Полная же трансформация превращает протагониста в дракона со специфической, в зависимости от класса и расы, формой и ультимативными атакующими заклинаниями. Правда, могуществом дракона не получается пользоваться долго. На трансформацию тратится энергия так называемого «ядра». Чем больше частей тела изменено, тем быстрее она расходуется. Драгоны в этом мире заняты не только выполнением миссий с попутным впитыванием истории. Также они собираются в команды и спускаются в подземелья, выкашивают монстров, вскрывают сундуки и вперед ногами выносят боссов, ради выпадающих из них ценных материалов, необходимых для создания оружия и брони. Кроме того, драгоны отличаются агрессивным норовом и жаждой соперничества. Каждые два часа игроки получают приглашение принять участие в командных боях на арене. И именно там, в противоборстве с другими людьми, вскрываются особенности разных классов, важность тактического построения и поддержки друг друга заклинаниями. Длятся бои недолго, а награда за участие в них высока. Награда для победителей еще выше. Также каждую субботу в 20.00 по московскому времени происходит осада замка с сотнями участников со стороны гильдии. Побеждает только одна гильдия и в награду ее глава получает уникальный грабицикл, свирепого вида, полную трансформацию, деньги и возможность устанавливать налоги на торговлю. Помимо этого, игроки могут вызывать друг друга на дуэли или просто вероломно нападать со спины. Но подобными убийствами лучше не злоупотреблять. Киллеры портят себе репутацию, и в случае смерти с них вполне может упасть какая-нибудь ценная вещь. Мир Драгона Онлайн отличается не только интересной историей. Локации нарисованы с большой фантазией, они разнообразны и стилистически сильно отличаются друг от друга. На них всегда есть специфические элементы, привлекающие внимание, а атмосферные эффекты создают соответствующее настроение. Движения героев легки и грациозны. Битвы оформлены так, что чувствуется сила каждого критического удара. Художественный стиль монстров и воинов Драгона чуть слишком вычурный, но корейцы, похоже, по-другому рисовать не умеют. Необычная онлайновая игра, в которой главным движущим фактором становятся история, персонажи и мир. Она радикально отличается от прочих условно-бесплатных корейских фантазий, поэтому на нее следует обратить внимание тем людям, которые предпочитают размеренные приключения по фантастическим вселенным. В одиночку или в компании с друзьями. Опыт тут зарабатывается через выполнение миссии, а не за убийство монстров. Благодаря амулету-коммуникатору, грабициклу и порталам пустой беготни тут нет совсем. Задания и награды сваливаются на голову автоматически, так что остается только следовать истории, узнавая скрытые до поры до времени нелицеприятные подробности о фанатичных последователях богини Хуанис, восставшем драконе и темных пророчествах. Ну а когда хочется расслабиться и выплеснуть накопившуюся в войне дракона жажду крови, приходит приглашение на участие в массовой битве между игроками. Резня длится недолго, но ее хватает, чтобы спустить пар и снова в спокойном режиме исследовать континент. Редактор субтитров А.Семкин